Дай почитать Сама писательница родилась в семье офицера. Ее отец в поисках более высокого заработка перешел в корпус жандармов. И семья часто переезжала. Сначала в Златоус, потом в Калугу. Поступила Лидия в гимназию в Кронштадте, а оканчивала ее в Сарапуле. Отец был крутого нрава, жестокий и бессердечный. О своей жизни в Сарапуле, о тяжелой семейной атмосфере, о своем взрослении пишет Будагозская в повести о рыжей девочке. Действие происходит в начале 20 века в небольшом городке на Каме. Главная героиня, а именно от ее имени ведется повествование, доверительная и искренняя Ева Кюн. Девочке кажется, что имя ей это совершенно не подходит. Ведь она рыжая, а эти рыжие волосы еще и им покорны, вечно топорщатся и выбиваются из тугой косы. Ей живется очень нелегко. Мама не в силах больше терпеть деспот отца, уходит из семьи. Но дочь не забирает из-за материальных проблем. Бабушка единственно любящий Еву человек, изгнан отцом. Подруга Нины из Ватиков и очень не нравится отцу. Учиться надо только на пятерке, а еще выдержать бесконечные шутки, придирки и оскорбления, ведь она рыжий-красный, черт опасный. Еще у нее есть спасенная собачка-кривулька. Каждый день для Евы это борьба, сопротивление окружающим несправедливостям. А еще огромное желание быть счастливой. Она обыкновенная девочка, очень подвижная, умная, добрая, чуткая, веселая и неунывающая. Но когда в доме появилась мачеха, когда отец установил невыносимые прямо-таки полицейские правила, Евина смирение, страх и терпение закончились. И она сбегает в Петербург к бабушке, оставив и город над Камой, и подругу Нину, и первую чистую и робкую любовь Колю Горчанинова, не бросает только кривульку. Побег ей удался, но добравшись, наконец, к бабушке, она узнает, что ее отца уже нет в живых. Автобиографическая повесть о рыжей девочке читается на одном дыхании до слез. 12+. Дай почитать